Одна из самых известных тюрем в России сегодня в ожидании приговора. Речь идет о знаменитых петербургских крестах. Еще в прошлом году камеры освободили от заключенных, но что в здании будет дальше, решения пока нет. О будущем, прошлом и настоящем следственного изолятора номер один. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Родион Ковалев. От этого краснокирпичного забора с колючей проволокой всего пара километров до Эрмитажа, стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости. Тюрьма в центре Петербурга занимает 4,5 гектара. За 126 лет своей истории кресты превратились не только в архитектурную, но и в психологическую доминанту района. Бывали такие моменты неспокойные. Ну, естественно, приезжали, так скажем, их знакомые, кричали. Бывало здесь, да, и передачки перекидывали. Управление Федеральной службы исполнения наказаний съезжать из исторических зданий не намерено. Планируют организовать здесь офисы для своих сотрудников и расширить действующий музей. Безусловно, он избыточен с точки зрения площадей. То есть нету столько сотрудников. Но потом, если было их куда? По камерам, да, ну, опять же, для того, чтобы там сделать даже кабинеты, да, это, ну, это деньги, ну, прежде всего. Таких денег нет. Если туда пойдет народ, это индустрия. Это надо принимать, встречать, где-то там раздевать, обувать и так далее, да. Этого тоже нет. Пока же на экскурсии пускают только журналистов. И то после нескольких недель согласований. Несмотря на то, что камеры уже полгода как опустили, здесь по-прежнему стоит сильный запах пота и табака. Оставили после себя арестанты и личные вещи. Это иконы, уголовный кодекс. Если осмотреться, можно найти собственноручно сделанный вентилятор, а также домино. Распорядок дня заключенных не менялся даже в праздничные дни. Подъем в 6 утра, завтрак, прогулка, так называемая санобработка, следственные действия и 3 часа на личное время. Отбой строго в 10 вечера. Вот в этих самых кабинетах происходили встречи адвокатов следователей с подозреваемыми и обвиняемыми. С левой стороны, как правило, располагался следователь либо адвокат, потому что с левой стороны есть кнопки тревожной сигнализации. Кресты возводили руками заключенных. Для своего времени это была передовая тюрьма. Впервые электричество, вентиляция, ватер-клозеты, продвинутая система безопасности. Корпус построен в форме креста. Два коридора расположены друг по отношению к другу под углом 90 градусов, что образует форму креста. И отсюда неофициальное название учреждения – кресты. Надзиратель мог находиться на самой верхней точке четвертого этажа и видеть абсолютно все, что происходит на каждой галерее с первого по четвертый этаж. За всю историю из этих стен был совершен только один успешный побег. В 1922 году четыре участника банды Пантелеева подкупили охранника. Вскарабкались на тюремную стену по груди дров и спустились на другую сторону по сплетенным из одеял веревкам. Изначально камеры в крестах предполагали одиночное заключение. Уже тогда, в 19 веке, их размер превышал современные европейские стандарты – 8 квадратных метров на человека. Правда, продлилось это недолго. Уже во время революции стали селить по 5-6 человек. То же самое было и во время сталинских репрессий. Больше всего арестантов было в 90-е годы. Тогда здесь умудрались сосуществовать до 20 человек. Спали по очереди. В лихие 90-е в этом следственном изоляторе временного содержания одновременно находились 12 тысяч человек. Но, вспоминает адвокат Евгений Танков, тогда в тюремной системе царила атмосфера вседозволенности. Была такая дальняя часть камер свиданий, которую, как правило, всегда занимали либо жены клиентов, либо их подружки, так называемые общественные защитники. И, конечно, секс не запрещался. Тогда же в Кресты впервые допустили кинематографистов. Здесь снимали сцены улиц разбитых фонарей, бандитского Петербурга, тюремного романца. Кстати, перенесенная на экран история любви следователя Воронцовой и арестанта по кличке Червонец и на самом деле разворачивалась в этих стенах. Сегодня продюсеры мечтают о трансформации тюрьмы в кинопавильон. Это совершенно уникальная будет возможность, уже не беспокоя распорядок, не перестраивая, а просто использовать как декорацию. В 2001-м Кресты признали объектом культурного наследия. Это значит, перестраивать или сносить ничего нельзя. А вот привести в порядок необходимо. Петербургские девелоперы провели расчеты. Средняя цена реновации квадратного метра обойдется в 60 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма составит почти 3 миллиарда. Такого количества свободных средств у УФСИН просто нет. Так что неудивительно, в Кресты вновь въехали заключенные. Теперь здесь колония-поселение на 150 человек. А значит, окончательный приговор тюрьме пока не вынесен. Родион Ковалев, Владимир Удачин, Николай Мунишули, Денис Шамонтьев. Программа «Вместе». Санкт-Петербург. Ну, Кресты однозначно, петербургская или даже российская достопримечательность привлекает она, конечно же, не только россиян, но и иностранцев. Особенно сейчас, в дни чемпионата мира по футболу. В российских городах в эти дни, по данным МИДа, около двух миллионов болельщиков из самых разных стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова